Девушки отдыхают 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 чтобы кто-то с ними вышел и поговорил. Все-таки в итоге с дальнобойщиками кто-то поговорил, кто-то был министром транспорта Российской Федерации. Вот сейчас доподлинно известно, что ни о каких результатах понятных нам сейчас неизвестно, потому что по тем сообщениям, которые мы видим, переговоры закончились просто ничем. Порядок организации проведения схода определяется муниципальным законодательством, главой муниципального образования. И только там это происходит. Крайний закон, который вышел, разрешает грабить нас. Любое! Вы не передергивайте, не перебивайте. Данил, я пытаюсь до Москвы докричаться, надеюсь, слышно меня, да? Самый главный вопрос, который у меня и у наших зрителей сейчас возникает, а что, собственно, происходит? Причина-то в чем? Что заставило людей вот так целенаправленно на Москву двинуться? Причина на самом деле уникальная, это введение новой системы, что-то в духе GPS, но служит на совершенно другим целям, называется она Платон. По сути, это некий счетчик, который считает километражи и в итоге выставляет эту плату водителям. Это такое нововведение, причем собирает это все частная коммерческая компания. Вот я даже для себя отметил кое-что. Например, в российских рублях километр должен стоить 3 рубля 73 копейки. В переводе на гривны это получается 1 гривна 34 копейки, то есть это стоимость одного километра. В итоге дальнобойщики говорят, что набегают значительные большие суммы. И, в общем-то, теперь они требуют отмены самой этой системы. Они требуют, чтобы вообще такое понятие, как оплата за пользование бесплатными дорогами была ликвидирована. И многие это уже называют таким достаточно суровым, отнюдь не хипстерским мужским протестом. Если вы к нам не увидите, нам придется приехать к вам сюда, в президенцию, чтобы как-то так вот уже толпой порешать эти вопросы. Вот что любопытно, решение двигаться на Москву, это, как оказалось, не просто воля каких-то единичных активистов. Заботливо дальнобойщиков в сторону Белокаменной направляют даже местные региональные власти. Я предлагаю посмотреть фрагмент из Краснодара. Что вы здесь воскнуете, езжайте в Москву, все исходит из Москвы. Все. Ну, собственно, что самое интересное, это, конечно же, чем все это закончится. Это, я напомню, завтра в 10 утра станет более-менее известно. Понятно сейчас, что власть, по всей вероятности, напугана. Дело в том, что именно электорат рабочего класса, как заявлялось с официальных телеканалов российских, является некой такой электоральной группой поддержки действующей власти, в частности, президента Путина. И здесь вот еще один есть интересный момент, что видно, что власть напугана, хотя бы потому, что когда дальнобойщики едут по трассах в сторону Москвы, их останавливают на постах ГАИ, досматривают, есть ли содержимое в фурах. И если этого содержимого в фурах нет, то тогда водителей задерживают. И такие случаи неоднократно фиксировались, об этом дальнобойщики говорили. Сами другим же заставляют, чтобы они оставляли расписки о том, что не будут принимать какого-либо участия в акциях гражданского неповиновения. Я напомню, это вот завтрашнее мероприятие, которое анонсируется. Однако понятно, что завтрашнее мероприятие не станет финальным. Дело в том, что сегодня появилось обращение другой группы дальнобойщиков, которая только собирается выдвигаться в сторону России, российской столицы. Я предлагаю послушать, что они сегодня сообщили. Дальнобойщики не согласны платить дополнительный оброк. Если 3-го числа Платон не будет отключен, все его оборудование, 4-го числа тяжелые грузовики выдвигаются в сторону Москвы. Дима, ну на самом деле ситуация патовая, такого тут давно не было. И мы, конечно же, будем за этим следить. На самом деле завтрашний день обещает огромное количество инфоповодов и чего-то такого, чего раньше, я опять-таки повторюсь, здесь никто не наблюдал. Ну, самое главное, чтобы вы смогли на съемку пробраться, вот из-за того, что пробки будут, но и смогли репортаж перегнать. Уже не нам, уже завтрашним выпуском новостей. Спасибо, Данил Русаков был с нами на прямой связи из Москвы.